В Москве приставы разгоняют хостел. Десятки человек оказались на улице. На месте работает наш корреспондент Фёдор Червяков. Узнаем у него все подробности. Здравствуй, Фёдор. Что же делать тем, кто хотел жить в хостеле? Ведь известная такая достаточно доступная форма снятия жилея. Да, Юль, привет. Но постояльцы этого хостела сейчас совершенно не знают, что делать, потому что его дверь опечатана. Стоит печать Федеральной службы судебных приставов. Двери закрыты. Они сейчас находятся вот здесь на улице. Здесь проживало около ста человек. Хостел был поделен на 12 комнат. И вот сегодня, час назад сюда пришли приставы. Сказали всем собираться, выходить на улицу. Вот посмотрите, здесь стоят люди. Вот собрали сумки. В экстренном порядке, да, вас попросили убраться отсюда? Вообще выгнали и всё. Всё забрали, всё. Вот посмотрите, все сумки. Представьте, это сколько человек. Это что мне с ними делать? Нет, только здесь. Это нереально, понимаете? Там ещё в конце улицы. Это не выход. Ну вот сейчас на улице стоят где-то около 30 человек. Напомню, что здесь проживало где-то около сотни. Вот некоторые, видимо, уже куда-то разъехались. Здесь вот другие стоят, не знают, что делать. И вот здесь присутствует представитель компании-арендатор. Он говорит, что не знает, почему закрыли. И у них все требования были соблюдены. Здравствуйте. Вот что? Мы заехали сюда 20 июня, заключив договор собственников. Совершенно не представляем, почему сегодня сюда приехали судебные приставы. Приехали, ничего не объясняя, просто закрыли, выкинули людей на улицу. Забрали кассовые техники, чеки, документы, всё позабирали и уехали. На вопрос, покажите документы, на основе чего вы приехали, просто отмалчивались и не объясняли причину. Но вы же как-то узнали, что к предыдущим арендаторам вы говорили какие-то проблемы были. Это со слов судебных приставов, да. То есть они сказали, что не к претензии к предыдущим арендаторам. О том, что там происходило до этого, мы не в курсе. То есть мы сюда заехали с целью... Это то же самое. Зачем же вы так говорите? Руководство, всё то же самое. Вот проживание здесь стоило где-то 7,5 тысяч рублей в месяц. То есть не по дням, а люди платили за месяц. И здесь он существует, говорят местные жители, где-то около трёх лет. И все вот эти три года, по словам местных жителей, он приносит им головную боль. Здравствуйте. Вот так ли это? Да, это всё так. Начнём с того, что здесь была проверка Роспотребнадзора. Сегодня закрываются не потому, что мы, жители, какие-то плохие, не любим граждан России, а потому что Роспотребнадзор в своём заключении написал о нарушениях и подал в суд. И вот по решению суда они по нашей личной инициативе нам плюнули, нам харкнули, их закрыли. Потому что эти помещения не отличаются санитарным нормам. А что тут антисанитария какая-то была? Помещение не оборудование вытяжкой. То есть все продукты жизнедеятельности идут на вышестоящие окна квартиры. Более того, что здесь сейчас была проверка и зафиксировано, что половина здесь жителей не имеет регистрации. То есть они нелегальны. Более того, мы наблюдаем, что здесь иногда приезжают группы заключённых, вышедших на свободу. А так как у нас в доме проживают медики, и по тем кашляням можно легко определить, скорее всего, что здесь может быть и очаг туберкулёза. Медицинских справок нет ни у кого. Медицинских справок нет ни у кого. Понятно, спасибо. Но вот, Юль, так или иначе, люди на улице, местные жители тоже на улице, в диалог пока не вступают, стоят с сумками, видимо, не знают, куда им ехать. Администратор тоже здесь ходит, но двери опечатаны. И что вы будете делать? Ну, людям-то поможете как-то? Да, конечно. А как? Ну, как-то надо их заселить обратно. В любом случае они должны зайти. Ну, пломбу вы старовать ведь не можете? Нет, конечно. Согласно моих руководителей, пусть зайдут. И я буду не против. То есть пойдёте на нарушение закона? Если мне даст указание мой генеральный, затея я зайду представителем. Вот так вот. Ну, вот чем дело кончится, будем следить. Здесь были уже исполнительные приставы и опечатывали эти помещения. И предупредили коменданта общежития о том, что в понедельник окончательно люди, чтобы освободили помещение, забрали свои вещи. В понедельник, вторник дали возможность доследить. То есть комендант, зная о том, что помещения уже были опечатаны, о том, что нужно выехать. И деньги она не имеет права брать. Она произвела мошеннические действия. По закону она взяла деньги, зная о том, что будет закрыто всё с людей. А сейчас она белая и пушистая получается. Виноваты мы. Юля, видите, как здесь всё непросто. Действительно, есть какое-то противостояние между постояльцами хостела и местными жителями. Будем следить за ситуацией. Действительно, ситуация непростая. Но вот кажется, что и со стороны арендодателей, и со стороны квартиросъёмщиков, скажем так, видимо, есть какие-то такие недосказанности, скажем так. И у тех, и у других рыльцев. Пушку пусть следствия разбирается. Спасибо. Федя, это был Фёдор Червяков.